Алишер Дагирович, мы были очень рады вашему визиту и мы очень сожалеем, что вы так быстро нас покидаете. Ну что поделаешь, хорошие мои, мне нужно клип для нового трека записывать. Ну так надо, это моя работа, профессия. Очень жалко, что вы так быстро уезжаете. Ну что же я могу сделать, ну смотрите, раз такое дело и вы так сильно по этому поводу переживаете, я могу остаться еще на денек. Нет, 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 вам нужно работать. Я вам даже вот дверь уже открыла, проходите. Мои хорошие, ну ладно, всем пока, пока. Ух, наконец-то он уехал Ура Так, ребятки, быстренько в класс Повторяем домашнее задание Я вас сейчас буду спрашивать А мне нужно по делам, я сейчас отойду, скоро буду Даша, Дэн, Саныч, погнали, нужно поговорить Слушайте, ребят, раз Монгенштерн уехал, мы же можем обратно стать готами Настюха, ты читаешь мои мысли, я только хотела предложить И тем более училка не против Ребят, я сам соскучился за этим готическим образом Ну, может, как-то чуть позже, там, через дня два, три Ну, я понимаю, что училка-то не против Но пока оно все утихомирится, и тогда, может, уже начнем Ну да, Саныч, ты, наверное, как всегда прав Подождем несколько дней и опять завалимся в класс готами Жека, слушай, а вот когда мы будем старенькими, ну, старичками Ты будешь там мне по вечерам чайок с плюшками приносить? Или носочки теплые приносить? Слушай, а с чего вдруг тебе такая мысль в голову пришла? Ну, мне мама просто рассказывала Ну, то, что в старости люди, когда любят друг друга, они заботятся о друг друге В общем Ну, а что тебе еще мама рассказывала? А, рассказала еще, то, что когда люди старенькие, то они умирают в один день То есть в покое умирают, и вселенная к ним добра Не поверишь, я к тому времени уже изобрету таблетку для вечной жизни И никогда не умру Сам ее выпью, а тебе не дам И буду встречаться с молодой 20-летней девочкой Жека, какая 20-летняя девочка? Я вот ее найду и волосы побырываю, и так ей передай Да, я же ровлю, что не понимаешь Не нравятся мне твои ровлы? Да, ребята, сколько можно? Каждую перемену, Юрок, вы ссоритесь Да, сколько можно? То вы любите друг друга, то не любите Как так можно? Вы уже определите себя То ты желобняк, то ты хороший Да, сколько можно? Ребята, я не могу нормально урок провести Я сижу, повторяю И не могу из-за вас ничего сделать Когда это уже прекратится? Ё-моё, достали уже Нифига себе И это наш адекватный Даня? Ему срочно Надо девушку искать Точняк Да какую девушку? Достали вы меня уже А может, у ней право Может, мне и вправду нужна девушка Эй, вы Ну чё, о чём вы там говорили? Небось, опять годами стать захотели? Жека, не смешно Да, и вообще, это не твоё дело Понял? Ну, Саны, я же ровлю Ты так и будешь над всеми ровлить и подкалывать? Не, ну, в принципе, можно Что, и над Настюхой будешь ровлить? Тебе не страшно? Да не боись ты, Жека Я за тебя горой А я гора сильная Независимая и высокая Вот за это я тебя и люблю И в старости буду тебе чаёчек в постельку носить Му-му-му-му Всё-всё-всё-всё Я этого не видела, не видела, не видела, не видела Эй, Масик, чё сидим? Не видим, училка пришла Быстро встали и поздоровались Ого, Даня сегодня разошёлся Давай лучше встанем Здравствуйте, Рессика Кэп Молодцы, ребята Приезд Моргенштерна прям на вас Очень положительно повлиял Вы прям такие шёлковые стали А иначе быть не может А то я им покажу, где раки зимуют Проверка домашнего задания Итак, к доске выходит Настюха, пожалуйста, выходи Как Настюха не любит к доске ходить? А, так вот почему мне плохой сон снился Счастье какая-то, нам садиться можно? Ну, конечно, садитесь Уже давно нужно было сесть Так, Настюха отвечает на первый вопрос Домашнего задания Пожалуйста, Настя Угу, хорошо Помогите Саныч, Настюха у нас помощи просит Даша, Саныч, а какое было домашнее задание? Помогите Так, Саныч, всё, морозимся Морозимся Вот друзья Дэн, Дэн, ну у нас же там этот Любовь, морковь, помоги И что задавали? Одна подсказка Ван Доллар. Любой любовью, а бизнес бизнесом. Ах ты бизнесмен фиговый. Вот захочешь вечером целоваться, я тебе тоже скажу. Один поцелуй Ван Доллар. Ого Ван Доллар, что так дорого? Я лучше к Лерке поеду, у нее бесплатно. Ну и уезжай к своей Лерке. И варенички свои сам будешь с ней хавать. Слушайте, мальчики, может нам это тоже готами стать? Да какими готами? Вы что тут вообще все неадекватны? Понятно, тут Даня один адекватный остался. Да не, мы адекватные. А вообще, я ее идею поддерживаю. Мне нравится. Понятно. Даню все бросили. Держись, Даня, держись. Ты сильный, ты справишься. Дань, да ты не так понял. Мы станем готами не по-настоящему. Мы покажем этим деловым персонам, как они выглядели со стороны. Вот-вот. Видал, какая хорошая идея? Не зря я тебя люблю, мой медвежонок. А, ну если так, я с вами, ребят. Я тоже хочу их проучить. Настя, ты у нас супер мозг оказывается. Давайте пятюнем. Так, тут же вместо О, А, помоги. И тут вместо О, А. Так, а тут вместо Т, Д. А вместо И, И. О, теперь правильно. Помоги, Д. Джессика Кэр. Что ты хотел, Даня? Да ничего же, звонок на перемену. Можно выходить? Да, можно выходить. Фух, слава Моринштерну. Так, где мы переодеваться? Ну давай, в гардероб. Слушайте, ребят. А я правильно написала? Помоги, Д. Или нужно было написать? Помоги, Д. Настюх, что ты несешь? Ну как это что? Даша, я просто не уверена. Я написала правильно. Помоги, Д. Или помоги, Д. Настюха, ни первый, ни второй вариант неправильно. Правильно? По-мо-и-де. Да и так неправильно. Правильно? По-мо-ги-де. Да нет, мальчики, что вы несете? Я лучше пойду отсюда. Даша, подожди, я с тобой, пожалуй, пойду. А то эти неграмотные не знают, как правильно писать. А разве мы неправильно сказали? Не знаю. Так вроде бы правильно. По-мо-ги-де. Да ну в баню эту Настюху. Согласен. Ребята, звонок на урок. Да идем уже, идем. Десико Кэт, а можно я вместо Настюхи выйду и все ее ошибки поисправляю? О, спасибо, подруга. Кстати, а у меня что, реально там ошибки есть? Что смотрите? Теперь мы в этом классе готы. Поняли. Что? Фу, что за пленят? Какие из вас готы? Да не смешите нас. Мы даже и не думали вас смешить. Мы самые крутые готы на этом райончике. Не то, что вы. Мальчики, что мы с ними так долго разговариваем? Идемте тусить на задние парты. Ребят, ребят, смотрите. Точно пленятят. Так же, как мы парты повернули. Угу. Только забыли, как Даша. Ножки на парты положить. Ребят, что-то из вас какие-то готы. Не очень. Сильно вы добренькие. Какие-то спокойные. Фу. Слушайте, а она права. Что-то мы какие-то такие спокойные в натуре. готы. Может, это? Покажем, какими мы можем быть. Настя, врубай музон. Е. 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 Э. Вы чё такой классный музон вырубили? Кто разрешал? Ммм. Чё такое? Ну, сами напросились. Да легкотня. Каждый так умеет. Проще простого. Ой, ты напугал. Запросто. Вы что? Карандаши все поломали. Вы что? Вы чего? Вы того? Это не мы того. Это они. Мне это всё уже надоело. Ну что, ребят, покажем нашим одноклассникам, кто здесь настоящие готы. Покажем. Погнали. Жека, Жека, смотри, они теперь тоже как мы. Ну или мы как они. В смысле, Жека? Ты чё уже сдался? Мы круче. Эй, вы, друзья, однокласснички. Чё это вы вырядились как мы? Точнее, это вы как мы. Вы плагиаты, а мы в натуре готы. Дэн, Дэн, признайся, тебя Настюха опять заставила, да? Нет. На этот раз это мой выбор. Да, моя козечка? Какая тебе козочка? И чё ты вообще лыбишься? Мы готы должны быть серьёзными. Ну не обижайся, мусипусечка ты моя. Я тебя любя козочкой назвал. Не позорь меня. Какие мусипуси? Какая козочка? Мы готы должны быть серьёзными. Ребята, я, конечно, всё понимаю. Это ваша субкультура. Это ваш выбор. Да замолчите уже. А вы никогда настоящими готами не станете. Готами можем быть только мы. Да, и не позорьте эту субкультуру. Да. Да что вы тут тебя возомнили? Жек, а ты ещё молчишь? Я не молчу. Настя, скажи что-то. Да это мы ещё позорим субкультуру. Да вы на себя посмотрите. Вон Саныч, вылез на парту и что дальше? А Настюха ноги на парту закинула и сидит. Даша, а ты? Это вообще не уважение к учителю. Ты посмотри на неё. Раскомандовалась. Вы вообще все об этой культуре ничего не знаете. Просто понамазывались, одели чёрную одежду и пришли сюда. Да. И вообще, мы тут самые настоящие готы. А вы плагиаты. Это мой Дэн сказал? Мой ты козлёночек. Молчи, малая. Как вы мне все надоели. Не даёте урок провести. Что это было? Походу свет выключили. Мне страшно. Да куда, не бойся. Мы же готы. Вам страшно? Да вы же готы. А как вы не походите? Да. Да. Какие школи? Верёте в готы. Это вы посмотрите. А я это по первой. Вот. Ещё раз сорвёте мне урок, живо повылетаете со школы. И за этими партами будут сидеть другие ученики. Всем всё ясно? Вот мы и поиграли в Готов. Джессика не на шутку разозлилась. Ребят, вы там если что, ставьте лайки за классные видосы. А в следующем видеоролике мы училку разыграем, зацелуем, задарим конфетами. Саныч, что ты несёшь? Короче, всем пока-пока. Чмоки-чмоки. Муа! Редактор субтитров А.Сёмкин